Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Давайте продолжим наше знакомство с православными печатными изданиями. Начнём выпуск с газеты Рязанской епархии «Логос». Для многих школьников прозвенел последний звонок, и в каждой семье выпускника встаёт вопрос, куда пойти учиться дальше. Абсолютное большинство родителей уверено, выбираем только вуз, желательно престижный, который должен дать потом престижную и хорошо оплачиваемую профессию. Но могут ли родители быть уверены в том, что выбранная ими для своего ребёнка престижная профессия сделает его успешным в ней и счастливым, уверенным в себе и самодостаточным человеком? На эту тему в рубрике «Не зарыть талант в землю» размышляет психолог Нина Погонина. В разделе «Путешествия в историю» публикуется продолжение темы, посвящённой истории одной из пяти древнейших патриархий. На следующей полосе об одном из ключевых праздников православной церкви, Дне Святой Троицы, повествует священник Даниил Маслов. В материале «Мнение» и романах Милхиседек Скрипкин размышляет о творчестве замечательного русского религиозного поэта 20-го столетия Солодовникова Александра Александровича. Внимание читателей привлечёт интересная публикация Михаила Завадина, посвящённая теме взаимодействия православных христиан с интернет-средой. В современном мире присутствие священника востребовано практически в каждом государственном и общественном институте. Но это накладывает большую ответственность на пастыре. Ему нужны не только знания о богослужении, но и специальные знания в других областях. И здесь возникают вопросы в среде священства, а нужно ли изучать общенаучные предметы? Важно ли для священнослужителя образование? Об этом рассуждает диакон Александр Бондарев. Уважаемые телезрители, газета «Логос» выходит в свет один раз в месяц. Спрашивайте издания в храмах Рязани и Рязанского района. Следующее издание, которое будет представлено вашему вниманию, — «Сибирская православная газета». Расскажу о некоторых темах номера. На первой странице майского выпуска публикуются проповедь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и слово митрополита Тобольского и Тюменского Дмитрия о святых царственных страстотерпцах. На шестой полосе газеты можно найти печатную версию беседы православного семейного психолога монахини Нины Крыгиной о семейной жизни. Материал подготовлен в небольшом сокращении на основе видеозаписи, опубликованной в свободном доступе в сети интернет. Ценность бесед матушки Нины обусловлена тем, что в них опыт современной психологии соединен с опытом православной духовной традиции. Сталинградская битва — одно из переломных сражений Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей ожесточенных боев завершились решающей победой советских войск. В рубрике «Мужество русского солдата» публикуется статья, посвященная отважному и смелому солдату. Уважаемые телезрители, православная сибирская газета распространяется в храмах и церковных лавках Тобольско-Тюменской епархии. Вышел в свет свежий номер еженедельной православной газеты. На главной полосе выпуска публикуется проповедь патриарха Московского и всея Руси Кирилла в честь значимой и важной даты — 150-летия со дня рождения святого страстотерпца царя Николая II. Преподаватель Миссионерского института в Екатеринбурге, автор и ведущий программ «Читаем добротолюбие» и «Нравственное богословие» священник Константин Карипанов в печатной версии программы «Беседы с батюшкой» ответил на вопросы телезрителей на тему «Скорбный путь святых царственных страстотерпцев». «Будь всегда честен и правдив, делай добро людям, уважай старших, люби родину и народ, где родился, не забывай Бога». Так сказал однажды в напутствии своему сыну священномученик Петр Рождествен, чью память церковь чтила 27 мая. Узнать подробнее о жизни и духовном пути отца Петра, который смог преодолеть немало трудностей и искушений, можно в разделе «Церковный календарь». В день столетней годовщины прибытия членов царской семьи в Екатеринбург в столице Урала начались царские дни. Читайте об этом на 12-й странице. Государь Николай II был основателем многих проектов и отраслей, на которых базируется мощь российского государства. Это подводный и авианосный флот, аэродинамика и исследования в сфере атомной энергетики, автомобилестроения, бесплатная медицина и лучшее в мире образование. В годы правления государя Николая II к 1914 году Россия вошла в пятерку крупнейших индустриальных держав мира. Несколько страниц православной газеты посвящены достижениям в эпоху правления царя Николая II и воспоминаниям известных деятелей о личности государя, нравственном мужестве и воле императора. О молитвенном шествии, которое будет проходить в июне по Тюменской и Свердловской областям в честь памяти мученического подвига святых царственных страстотерпцев, о духовной сути таких шествий рассказал организатор международных крестных ходов. О викарии Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений рассказал о царских днях, начавшихся в уральской столице 30 апреля, и об их значении. Интересный и занимательный библейский кроссворд опубликован в разделе «Пища для ума». Как и в предыдущих номерах, в свежем выпуске православной газеты содержится подробная хроника событий жизни различных метрополий и епархий. На последней странице публикуется молитва к одному из самых почитаемых святых – святому Николаю Чудотворцу. Уважаемые телезрители, оформить подписку на православную газету можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс по каталогу агентства «Роспечать» – 32-475. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова